Добрый вечер всем! Сейчас, в общем-то, закончились, ну почти закончились новогодние праздники Восточного года. Но делать к ним ритуалы еще можно вполне. Минимум неделю. Но посмотрим, что скажут боги Востока. Не знаю, кто скажет. Надеюсь, что боги богатства скажут. И по завершению своих праздников, что они нам пришлют, какие наши желания исполнят, как они повернули нашу судьбу, что поменяли в благоприятную сторону, или дадут подсказку, что нам завершить. Между прочим, в Китае именно больше всего богов богатства. И Будда тоже считается бог богатством. У него даже есть от его воплощения смеющийся Будда. И посмотрим, что они нам скажут, как нам наполнить свою жизнь. Многие из них считаются накопителями сокровищ. Есть еще китайские драконы. Драконы. Я, кстати, долго думала, что фотографии вот таких драконов, летающих по небу, это фотомонтаж. Тем более, Ютуб это горячо поддерживает, что он очень делает. Фотомонтажи разные. Но потом подумала, это же не дальние космические драконы в других цивилизациях. У нас есть наши, китайские. Летают они на магии. Любой дракон, поэтому есть бескрылые и крылатые. Я к ним делала серия ритуалов на золотых картах. Очень интересно. Они разные, может быть. Я поэтому взяла карты с драконами. Ни некра, ни малейфика. Именно карты с драконами из-за Китая. Потому что это к богам Востока, Восточный Новый Год. И, может быть, драконы тоже китайские именно конкретно отзовутся и что-то нам подскажет. Это, естественно, каждый дракон. Драконы – это не боги, но и не духи. Это совершенно отдельный вид. Они богам помогают. Они за них сражаются. Они их переносят, охраняют. Они с ними дружат. Это как бы тоже отдельное совершенно создание. И, естественно, дракон, как вы знаете, самый умный и самый быстрый. Поэтому надеемся, что от них мы тоже получим подсказку. Так что выбирайте свои варианты. Можете загадать разные совершенно вопросы и желания на все четыре. Я так буду поступать. И послушайте ответ. Что нужно, чтобы это исполнилось, ваши мечты. Или, может быть, уже и ничего не надо, не исполнится. Кому не хватило времени, ставьте на паузу. А я начинаю с первого варианта. Итак, у нас первый вариант. Пятерка кубков. Двойка мечей. Десятый аркан колесо фортуны. Всадник пентакли. Рыцарь. Девятнадцатый аркан солнца. Вот смотрите, рыцарь без коня, зато рядом солнце. И четверка жезлов. Вообще жестерка, да. Шесть, шесть что-то. На сами жезла посмотрела. Ну, это один из богов богатства востока. Гражданский бог богатства. Его имя Игань. Я уже говорила, если я неправильно выговариваю, я точно выговариваю неправильно. Потому что правильно это могут сказать только китайцы. Я слышала их имена, как они произносят. Это не имеет значения. Но смотрите, вы разочаровались очень сильно по двойке мечей и по пятерке кубков. Во всем, и в людях, и в странах, и в народах, и в высших силах, во всем, в богах. У вас полно разочарования. И вы готовы конфликтовать со всем миром. И в судьбе вы свои разочаровались. А на самом деле совершенно зря. Ваша судьба вам готовит подарок. Вы в зеркале фортуны удачи отразились. И отразились намного лучше. Были вы человеком, стали феей с крыльями. Вы обречете, в общем-то, вы обречете крылья. На ваш вопрос вам дан ответ «Да». Это случится и по прямому солнцу. В любом случае, несмотря на ваше неверие, на ваше разочарование и на ваше отчаяние, которое вас сопровождает, вам ответ дан «Да». Ваше колесо судьбы завращалось в положительную сторону после именно восточного Нового года. И там был поворот. Чтобы у вас не было коня по всаднику Пентакли. У вас есть конь. Может быть, где-то он мифический по семерке кубков, потому что вы его не видите, но вам дан конь. А почему вы разочаровались? Да, Пятерка мечей – это полное разочарование было во всем. Во всем было разочарование. Вы очень разочаровались, и вы дошли до этого. И напрасно. Вот вам второе «Клесо фортуны». Две фортуны, две прямых, одна в зеркале, а вторая на драконе. У вас пошел взлет вверх. Если до этого у вас был взлет вниз, были слезы и разочарование. Мало того, вам два «Колеса фортуны» предвещают прибыль. И хорошую, и совершенно неожиданную. Ну, вообще, «Колесо фортуны» обладает способностью, что это неожиданность. И тут двойной поворот. Это двойная удача, двойное счастье. И именно вам фортуна выпала. Так странно. Именно две фортуны у вас пошел именно взлет. И именно вперед. Так что вам ответ полностью «Да». У вас будут перемены. Если вы хотите уехать. Да, еще и «Императрица». Это точно. Это к большим деньгам. Это к большим деньгам. Это уже к своему дому. И «Колесница». Да, еще и «Колесница». Если вы хотите переезжать, вы переедете. Если вы хотите денег больших, вы переедете. Если вы хотели, планировали переезжать с деньгами, у вас они найдутся. Это точно. У вас вы собрали, в общем, да. И магия в этом замешана. Магия сил. У меня карты просто рухнули. Поехали вдруг. Очень гладкие карты. И они рухнули. Еще мне выпал паш мечей, когда они рухнули. Тут очень красивый паш мечей с драконами. Самый красивый, какой я видела. Вообще паш мечей на этих картах. Перевернутый. Надо говорить, что вы действительно что-то поменяете. Вы расстанетесь. Знаете, какой красавчик. Это одно и то же. Это не девушка и дракон. Это дракон. Это одно и то же лицо. Не девушка и дракон. Но это не разные сущности. Видите, какая красавица. В двух обликах. Но смысл этого, что вы расстанетесь с чем-то. Для того, чтобы обрести этот поворот. Но как мы расстаемся при переезде. Мы дром. Некоторые расстанутся немножко по-другому. Расстанутся с людьми, пусть родственниками, но лишними и ненужными в этой жизни. И вы поймете, что этот тон. Ну, около вас вовсе и не родственники, а летучие мыши кровожадные. Вампиры кружатся над вашим кубком крови, над талантами. У вас не родня, а потребители. Вы можете скинуть просто потребителей со своей шеи. Причем это не обязательно какие-то ужасные разборки. Нет. Просто подходят к какой-то момент, когда говоришь, иди сам зарабатывай, иди сам устраивай свою жизнь. Или живите без меня. Тут это расставание не подразумевает каких-то... Ссор, конфликтов и катастроф. Нет, это... То есть, либо вы меняете дом, и это расставание понятное, или вы скидываете, чтобы вам стало легче и удобней какого-то нахлебника из себя. Или человека, который только потребляет нервы, здоровье. Говоришь, ну иди, живи свою жизнь, а я буду жить своей. И все устраивается. Так что, в любом случае, тут очень-очень положительная двойная фортуна. К ней легла императрица и колесница. Не было у вас коня, не было транспорта, а появился транспорт солнца. А солнце у нас дает прирост имущества. Он улучшает психику. Если у вас психика была подорвана по пятерке мечей, по пятерке кубков, это подрыв психики. Может, просто у вас такой... Это даже не конфликты были, а подорванная психика. Потому что ничего не получалось. Тут вы обрели солнечного коня. Конь солнца. Конь солнца, который мчится по вашим желаниям. И солнце это еще защита. И очень хорошая. Не было у вас брони, появилась броня. И прямое солнце эту защиту вашу, ну, никакой враг не проживет. Может, у вашего врага есть двойка и пятерка мечей. Вот все, что есть. А у вас блок солнца. То есть вы для врагов с этого момента не досягаемы. Не переживайте. Если вы переживали из-за чего-то, что кто-то вас пробьет, кто-то вас достанет. И боялись, вот этот период подошел к концу. И ваша... Ну, давайте посмотрим, во что ваша пятерка-ковка перейдет. Шут. Конечно, еще один блок, не менее сильный практически. Шут. Перейдет в шута. В защиту новая. Но тут шут очень молодой, так что это ситуация, в которой вы окажетесь. Она... Эта ситуация для вас, она новая. Вы окажетесь как бы в новой жизни. Да, двойная фортуна. Это новая жизнь, как в зеркале. На драконе помчитесь. Так что это вы будете в новой жизни. Первый вариант. Я вас поздравляю, у вас все получилось. Абсолютно все. Восточный Новый год. У меня даже расклад гораздо более благоприятный, чем после Юля и после Нового года и Старого Нового года. То есть как бы на четвертый раз, это четвертый мах. Юль. Начинается он солнцестоянием зимним. Новый год. Старый Новый год. И четвертый восточный только вот пробилась на положительную, реальную картину. С чем я всех и поздравляю. И мы переходим ко второму варианту. С вами прощаемся. Второй вариант. Давайте. Девятый Аркан. Отшельник. Одиннадцатый Аркан. Сила. Отшельник. Ну тут он сверху умный, тут Дракон. Шестерка жезлов перевернута. И вот это я единственное жезло рассматриваю, как дающие деньги. Многие считают жезлы деньги. У них работает денег от жезлов. У меня они... Я не считаю их деньгами, кроме вот этого Таро, где Дракон. Причем тут и на деньгах, и на мечах. Это разные колоды. На одних на мечах Дракон, на других на жезлах. Шут перевернута, Аркан. И... Туз Пентакли. Тут у нас. Это отозвался Бог Огня. Китая. Он отозвался. Он отозвался сразу еще до того, как я начала говорить. Это, в общем-то, говорит о характере Огня. Такой очень резкий. Так, если я его выговорю, это имя Жужун. Ну, он Бог Огня, в общем-то. То есть, речь идет о... Как бы резких переменах. Какие вы хотите. И речь тут идет о Тузе Пентакли. О каком-то имуществе, или о каких-то документах, которые вы желаете получить, или желаете продать, и получить за это документы. или деньги. В общем-то, речь идет об имуществе, а для многих о знаниях. Если вы спрашивали, получите ли вы какие-то знания, поступите ли вы в университет, получите ли вы тайные знания или откровения, это да. Вы получите это без спор. На второй раз, кстати, фортуна выпадает. Это говорит, что боги судьбы очень внимательно тоже здесь везде присутствуют. В прошлом раскладе было даже две фортуны. Но тут фортуна выпала. Это говорят, что боги тут судьбы присутствуют. Вы хотите, чтобы ваше колесо фортуны повернулось в благоприятную для вас сторону. Чтобы юстиция тут с драконом тоже повернулась в вашу пользу. То есть вы получили какие-то бумаги, вы получили какое-то благоприятное разрешение, но пока этому время еще не настало. Тройка кубков, но она обязательно придет. Просто еще. не время исполнится вашему желанию. И посмотрим, исполнится ли оно вообще. Добавим к фортуне. Или не исполнится. Король мечей с фортуны. Она не обещает ни исполнения, ни отказа. На что? На ту спинтакли. юстиции. Это дело как по ваше рассмотрение у высших сил. Пока. Оно в процессе. Дважды юстиция на юстиции. Смотрите, что у меня выпало. туз жезлов и карта высших сил. Туз жезлов повторяет карту высших сил. И тут две карты юстиции. То есть это они еще рассматривают. Это дело просто не завершено. Оно еще не завершено, но чем ответ. пока ответа на ваш нельзя сказать да или нет. Да, еще раз. Карта высших сил повторяет карту мир с этой колоды. То есть оно близко к завершению их ответ. Но пока они оставляют пока они не отвечают. чем закончится. Пока ответа конкретного нету, потому что это дело в рассмотрении. касается именно материального и имущества, но не говорится ничего отрицательного, что вы это не получите и дело у вас не выйдет. но вот насчет знаний и начала. У вас тут очень хороший тут совет. Делайте то, что вам легко дается по шуту и по прямой силе. И не боритесь с невозможным, потому что любая борьба с невозможным вас наведет на стопор. еще для исполнения этого желания вам сила ставит некое условие. Вот почему оно не завершено. Да, это какое-то условие. Вам ставят, чтобы оно завершилось. Это условие. Чтобы получить это ваше желание, вам ставят условие. двойка кубков. Это развилка в данном случае, двойка кубков. Если вы так поступите, вы получите, а если так, вы не получите. Вторая фортуна тоже самая и прямая. Это боги судьбы больше. Тут еще вмешивается сама судьба. Боги судьбы, скажем так, все вмешиваются. то есть если вы пойдете разрушительным для себя путем, вы это не получите. Вы путем башни, а если другим, в общем, если у вас чего-то не получается, вам что-то сложно делать, вы должны от этого отказываться. Потому что вы придете к башне и вам не дают это сделать. Их высший суд. Да. Если вы пойдете другим путем десятка кубков, вы получите исполнение этого желания. И колесница. да, вы получите свою победу, свой успех, свое исполнение желаний обязательно. А что тут боги судьбы? Это боги судьбы Востока. Больше всего отвечают. Потому что это сама судьба. Тут две колесницы все время, две фортуны и колесницы. То есть успех в судьбе. А почему они вам не хотят, чтобы это вышли? Да, это путь страданий, путь смерти, путь разрешения. Ну, например, вы можете поехать там в поездку и попасть в аварию. Это перекалечит вашу жизнь или оборвет. Если вы другим путем пойдете, получите свою десятку пентаклей, свои т.е. вы получите несколько предупреждений, да, 15 аркан, я раздвигала карта, вы получите несколько предупреждений, что вот у вас будет стопор по этому вопросу. Может прямую во сне, что вот этого вы не делаете. Не делайте ни в коем случае, даже если вам очень этого хочется. и если вы послушаете этот совет, вы получите свое исполнение желаний, свою десятку пентаклей, что для кого важно. Да, и получите их легко по влюбленным. По влюбленным вы получите легко. И ничего не получите если так что это не то что развилка это вот согласны ли вы не пойти путем саморазрушения для них это очень важно. Это их оберег оберег судьбы. Да, вы получите. Знаете, это сочетание тоже упадает влюбленные с императрицей второй расы колесница. Это точно боги судьбы Востока. Они вмешиваются сейчас в судьбу напрямую. Очевидно, вы занимались ритуалами или обращались много раз. И вот сейчас оно на восточный Новый год сработало сильнее. Вы получите свой выигрыш жизни. Вы получите долю выше предназначенной. вы получите все свое желание. Но если не будете операции, будете следовать совету. А совет вам сила даст. Кому-то в виде того, что у вас это не получается. Кто-то впрямую просто услышит. Но если вы не говорите силами, ничего страшного, вам люди скажут. Подойдут, скажут, не делай этого, вы наткнетесь в газете на что-то, на какую-то информацию, ну, вы поймете. Знаки будут вам очень ясны. Если вам говорят чего-то не делай туда, не ходи туда, не езди, не живи с этим человеком, он покалечит тебя судьбу и прочее. Или порви с этим человеком. вот вы должны последовать этому совету, и тогда все у вас сложится. Так что у вас это по двойке, это просто развилка от двойки кубков. Но если вы послушаете советы, вы очень выиграете, ваша судьба поменяется. У нас сегодня расклад на судьбу получился, насколько она поменялась. Вот такой у нас второй вариант, очень интересный. И мы прощаемся. Кстати, вот это сочетание 15-й аркан смерти башни, оно говорит о таких тяжелых страданиях или болезни. Тяжелые. Правда, там паш мечей вклинился, рыцарь, но оно разбивает, но все равно. Так что одна сторона вам принесет страдания очень тяжелые, поэтому вам ее пытаются не пустить на нее и не дают вам исполнить ваше желание, как бы вам не дают деньги под это, чтобы вы себя не разрушили. Ну, или не дают исполнить это желание там выйти, например, замуж за человека, который вам судьбу испортит. вот такой у нас второй вариант, и мы прощаемся, переходим к третьему. У нас третий вариант, императрица, двойка жезлов с драконами, четвертый аркан император, в чем тут интересно, эльф изображен, пика, маг, маг с драконом, то есть у него реальная сила есть, которая за ним стоит, а не просто набор инструментов, тут прямую силу, повешенный спящая девушка с розой, наверное, самый красивый повешенный из всех, и двойка жезлов, итого у нас две двойки, две двойки еще намекают на присутствие луны, у нас единица ваг, и двойка, два пути, ну, во-первых, тут императрица с императором, все, что касается вы загадывали, для дома, для недвижимости, для успеха в социуме, для успеха в бизнесе, где есть организационные вопросы, и вопросы, как бы, денег, обеспечения, тут дан безусловный ответ да, тут даже нечего думать, и могу сказать, кто тут присутствует, тут присутствуют боги судьбы Востока, прежде всего отвечают на морские боги и рек Китая у них это разные, но основной тот ответ от богов судьбы, потому что во всех двух вариантов до этого была двойная фортуна, нападала дополнительные карты, даже не сомневаюсь, что и тут они присутствуют, в общем-то они уже показали, кто разговаривает, вам ответ да, безусловно, то, что касается семьи, вашей организации, вам тоже дан ответ да, ну, скажем так, образование семьи, неправильно выразилось, вам да, ответ да, безусловно, но попозже, попозже, потому что пока тут повешенность битвы, все это получите, да, видите, у вас солнце единорог какой прекрасный и черный конь, он обладает мощью, он обладает скоростью, и солнце со звездой, у вас счастливая звезда, два, два коня, два единорога, черный и белый, и шут, вы все получите, но когда ваш повешенный проснется, он проснется обязательно, это не злобный повешенный, это не какая-нибудь там сущность, злобная тетушка, которая вас обкрадывает, ничего подобного, смотрите, двойное солнце, вы получите, или в очень жаркую страну и двойная звезда, дважды перевернутая прямая, это точно, вот она судьба, посмотрите, как она показана, очень интересно, и двойным шутом, ваше желание, оно поехало, оно в пути, оно исполнится, в любом случае, оно под счастливой звездой, если вы особенно куда-то собираетесь, где много солнца, это вообще еще усилит, или это вопрос об искусстве, о торговле, о любви тоже, что еще, о развлечениях тоже, о ребенке тоже исполнится, любое тут желание исполнится, но вот эти это более ярко, и солнце указывает на очень ровное поступательное, что это удержится, но это будет, когда этот повешенный проснется, то есть ваше событие полностью сформируется и повернется вверху, это звезда вторая и солнышко, это еще связано с деньгами, и денежки тут тоже будут, десятка пентаклей тут присутствуют, конечно же присутствуют, очень хорошая у вас это все, да, вот она, это фортуна, как я говорила, она всегда выпадает, это боги судьбы присутствуют, речь идет обязательно о вашем доме, тут скуп кубков выпал, у вас это все получится абсолютно, но когда повернется повешенный, но у меня повешенный не поворачивается там через тьму веков, нет, вон восьмерка мечей даже выпала на перевернутую попозже, намекает, ничего подобного, он это не так долго, у меня вообще повешенный, кроме магических раскладов, это хорошая карта, которая говорит, что был тормоз, но он проходит и все становится на свои места, юстиция прямая, причем знаете, это вам как-то по судьбе или положенную в виде ваше желание, компенсация за какую-то вашу утрату, да, да, 15-го аркана, суд его, он тут не злобный, это подтверждение, что что-то вы потеряли, что-то вы утратили, вы просили вам чего-то вернуть, и вот вам вернут другим как бы просто другим, да, и вторая фортуна, я уже сказала, это боги судьбы отвечают, это точно, это вам компенсация за какую-то вашу потерю, за какую-то вашу утрату, ну, например, вы потеряли любимого человека, он вас бросил, он оставил, он придет вам любовью вашего ребенка, любовью вашей, вы потеряли какое-то имущество, тоже вы в этом совершенно не повинны, у вас отобрало его государство, ну, кто угодно отобрал, бандиты отобрали, вам это вернется, вы разорились, вы поднимите новый бизнес, но в любом случае, это по судьбе, и третий раз это сочетание, это сочетание богов судьбы, и сочетание с восьмым арканом, потому что я правильно всегда говорила, что восьмой аркан это есть колесо фортуны, это колесо фортуны, оно тоже с судьбой соотносится, но прежде всего это восьмой аркан, и если вы заметили, тут восьмой аркан очень интересный, это два одинаковых дракона, друг напротив друга, это не чаши весов, это как бы вот возврат этого старого, чего вы утратили, если вы видите, на этой перевернутой звезде девушка держит яйцо с драконом, то есть это ваше желание, оно формируется, оно рождается, но дракон еще не родился, он должен родиться, это будет легко по шуту, а фортуна, да, это поворот, фортуна, я в других вариантах уже говорила, что у нас было четыре, это четвертый праздник, Йоль, солнцестояние начинался, потом Новый год, потом старый Новый год, и это восточный Новый год завершился, причем карты именно выпали после того, как прошла неделя от Восточного Нового года, так что именно сам праздник еще ничего не ясно, вот проходит неделя две, и становится понятно, что он принес, вначале не видно, еще только события закладывались, в общем, если вы хотите ускорить это, делайте ритуал, на это ваше желание, просите, но повешенный повернется, к тому же он тут очень-очень мягкий, это фея с крыльями, еще и с розой, придет момент, она проснется, вот такой у нас был третий вариант, мы переходим к четвертому, у нас четвертый вариант, пятый аркан иерофант перевернутый, король кубков перевернутый, луна, рыцарь жезлов, очень красивый, сединорога, что добавляет удачи, четверка пентаклей перевернута и шестерка мечей, отвечают на боги судьбы, они везде отсветились во всех вариантов, так что я знаю, и будда, повернула и дополнительная карта упала мир с луной, если вы загадываете вопрос о любви, вернется ли к вам любимый человек, причем это безразлично мужчинам или женщинам, мужчина сам король кубков и размышляет, придет ли к нему в дом, девушка, которая он любит, то дан ответ безусловно да, если речь идет о любви и вашем доме, то это исполнится в любом случае, если вы жаждете реализоваться в социуме, это тоже исполнится, в любом случае, потому что тут Ярофант с драконом, он засветился, причем вы будете не одиноки, у вас будет какой-то покровитель, еще говорит, что какая-то тут шут выпал, и мир дополнительно, ваша часть жизни завершена, и начинается абсолютно новый этап жизни, то есть вы на пороге, которая закрыла одну часть вашей жизни, открыла другую, да, ваш вопрос вам дан, ответ да, вы исполните свое желание, причем исполните абсолютно точно, у вас мир и звезда прямая, и тут еще солнце выпало, ваше желание будет исполнено, у вас, причем вам ничего по солнцу не помешает его достичь, солнце дает абсолютную защиту, и вам даны деньги, десятка пентаклей, вы получите именно под это достижение, солнце с влюбленными, эти карты падали очень во многих вариантах и в первом, это говорит о том, что это именно судьба сама вам помогает, если вы хотите дом мужчины, да, эти карты выпадают во всех вариантах, это говорит, что это чисто вмешательство из судьбы, причем вот эти светлые им больше нравятся, чем темные, они на них больше отвечают, именно богам от востока нравятся эти, ну, это чисто на ваш ответ данный вопрос, да, причем это произойдет все неожиданно, восьмерка мечей, да, ваш еще раз полностью желания сбудутся, и если это еще связано с каким-то бизнесом, вам дан ответ, да, да, это карта дважды высших сил отсветилась, да, и это подарок вам судьбы от именно высших сил, вы давно это просите, ту спинтакли с черепом, вы давно этого хотите, вы давно это мечтаете, но ваш ответ да, вам дан ответ да, 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 ваше желание будет исполнено, как бы, может, даже вы это уже и не ждали, вы этого не ожидали, но оно исполнится, любыми странными путями, очень интересно, сегодня желания все были исполнены только при разных совершенно условиях, но вот вам делают подарок, да, для вас найдутся деньги, на ваши капризы, на ваше желание, на ваши мечты, вам выделяют деньги именно с восточной казны, я не знаю, как это произойдет в реальности, то ли вы действительно получите как-то деньги с востока, или это просто идет эта сила, но именно восточный новый год, не забудьте их поблагодарить, обязательно, словами, письмом, можете записку написать, сжечь, ну, в общем, поблагодарите их и так, чтобы это было заметно и выражено за это, ваше желание, решили исполнить буги судьбы востока, еще раз мне колесница выпала, колесница, колесница, это их энергия, чисто, колесница, фортуна и колесница, но тут они это, да, это будет легко, второй шут, это, это еще такое отдваивание карт, говорит, что это идет ритуал, вот вторые влюбленные, это идет ритуал, он в процессе, он в процессе, и он обязательно исполнится, он довершится, ритуал, и вы получите ваше желание, они запустили свою силу судьбы на ваше желание, ну, почему уж они это сделали, почему они захотели сделать подарок, это не пожелали ответить, ну, пожелали, как ни странно, ни север, и ни другие, в этот раз ваше желание вам будет выполнять восток, да, они принесут вам то счастливую звезду, которая исполняет все желания, так что постарайтесь использовать этот остаток нового года, их еще в ближайшие две недели максимум именно на ритуалы к богам востока, именно новогодние, потому что именно в новый год у них получилось поменять вот так вам судьбу и сделать это очень-очень удачно, у них это получилось, найти для вас точно нашу поликарту, найти для вас деньги, найти для вас возможности и силы, ему мы обращаемся к совершенно разным силам, к разным праздникам и чем больше вы этого набираете, тем лучше, чем Плоха только монорелигия Потому что Этот бог Очень часто для вас делает То, что он может В сферах своей рамки Своей религии Да, точно Он полностью Вмешивается Максимум Он сделал У другого другая возможность Совершенно другая И он вам может Помочь этим Добавить вам Солнце, например Вот второе солнце Кстати, черный И белый конь То есть Две совершенно разных возможности Это не значит, что одна черная сила Другая светлая Но это разнообразие Кстати, могу сказать, что За годы Верховой езды Черных и белых лошадей Разные характеры Совершенно Белые очень-очень горячие И очень-очень резвые Я на белых Ездить не могла А черных я очень любила Хотя я сама по себе Масть люблю белую Больше всего Просто не справлялась У них настолько много энергии У белого коня Именно С ним справиться Очень сложно Слишком энергичные Как ни странно Поблагодарить богов востока И не забывайте Благодарить их Хотя бы в словах Кот Подарите им Хотя бы веточку Хвои Ну что-нибудь Сожгите свечку Они тоже очень Это любят Кстати, религия буддизма Очень похожа на христианство А только они свечки Жгут три одновременно В отличие от нас Когда зажигают Сразу три Сколько я наблюдала И они больше делают Подношений Умершим Больше делают Подношений Вот Бага Их любимые блюда Все Вот это Как бы очень-очень схожи С христианством Храм другой Письмена Другие Но вот По действиям Церемониями Очень Внимательно Смотрела Именно эти Рамы Которые воспроизводят Дворец императора Очень-очень Много схожего Зажигает Три свечки Держит их В руке Одновременно Таким Веером И подношения Все время На столах Горят Свечи Висит Иконы То есть Очень-очень Схожи С христианством Вот Такой у нас был Последний Четвертый Вариант И мы Прощаемся Очень Хороший Все Четыре Были Прекрасны Каждый Последний Продолжение следует... Продолжение следует...